здравствуйте дорогие мои друзья доброго времени суток как сегодня принято говорить я хочу сказать что рядом со мной находится очаровательнейшая женщина которая знает и так вся страна знает но я ее представлю это заслуженная артистка россии любовь николаевна руденко актриса театра имени маяковского конечно конечно для меня это очень важно актриса театра маяковская жизнь она посвятила этому театру и вот такие сегодня мне рассказала в программе хитросплетение своей геологического древа да такое очень интересное вот и я очарован еще тем что моя коса земляки она из станицы вершинской и и мои предки до дружили шелуховым я с михаиловичем тоже вот встречался сейчас это с звуком тоже как бы косвенно до косвенно и хочу сказать о том что мои же корни тоже все из станицы мельховской вот хотя и сам из города шахта сутской области а шахту конечно было не раз да а корни конечно станицы мельховской и вот эта женщина она тоже наполовину казачка донская казани с детства коня на скаку остановит в горячий из бы войдет это про меня шашки на голове вперед с песнями и вот чтобы рассказать хотя бы немного о ее судьбе и жизни вы знаете не то что там 40 минут программы не то что два часа мне кажется не хватит два дня кстати автобиографическую ничто не писали но у меня просто я собираю сама свой архив у меня можно собрать книжку просто из моих интервью потому что я начинаю читать перечитывать иногда интервью которая давала там 10-15-20-30 лет назад и я думаю боже как интересно я уже об этом забыла о том я о чем я рассказывала тогда и я думаю действительно вот хорошую сейчас идею подали можно собрать просто вот как бы подшить да ну или перепечатать отредактировать вот эти интервью потому что у меня интересная была история журнал коллекции караван истории у меня брал интервью и не напечатали спустя два года звонят мы ведь все-таки вас ставим значит все два года да но просто надо откорректировать я говорю знаете за эти два года моей жизни произошло столько всего изменилось такое количество информации которая вам давала два года назад мне пришлось заново все переделывать и вот практически все интервью спустя два года было переписано вот такое тоже бывает да потому что очень много событий происходит каждый год меня мой бывший муж кирилл когда я приходила домой из порога говорила ты не представляешь что со мной сегодня произошло он был ты знаешь как интересно вот есть люди которые вот просто живут вот стали с утра пошли на работу вечером пришли как-то вот они же ничего не случилось ну чтобы так как у тебя каждый день происходят какие-то события чем иногда не одно такого горит у меня еще в жизни не было как ты вообще с этим живешь я говорю замечательно наверное если бы не было вот этого в моей жизни наверное я бы просто ну тосковала грустила и скучала и а может быть это просто бы не я уже был а сейчас повторяться не будем о чем говорили на программе но тем не менее любовь прочитала и маяковского и пушкина и вот потом эту программу мы обязательно вот где возможно везде везде распространим вот а сейчас я хочу попросить вас просить прочесть какое-нибудь стихотворение по вашему настроению вы знаете у меня я читаю много стихотворений в своих концертных программах у меня есть сольные концертные такие на два на три часа программы где я показываю отрывки своих фильмов которых я снималась и читаю стихи пою песни песни разные романсы из фильмов очень люблю песни и спектакли театра майковского очень люблю а стихи вот у меня например я прочитаю стихотворение как ни странно она написана очень давно потому что когда я его учила будучи абитуриенткой поступающей в театральный институт она была уже написана мало того на играл игралась это стихотворение читалось в спектакле в театре на таганке 10 дней которые потрясли мир написал его евтушенко евгений то есть их стихотворению этому но лет 50 как минимум до 60 каком-то году она была написана она до сих пор злободневно и очень современно ну как у всех великих поэтов и самое еще смешное в этой ситуации вот я сейчас буду читать стихотворение оно трагическое такое очень драматическое актерское а читала я его будучи совсем юные 16-летней школьницей которая поступала в театральный институт внешний вид был приблизительно значит следующий голубая юбочка белая кофточка волосы два хвостика с бантиками ну естественно без грамма косметики серо-голубые глаза такой еще ничего не знающий не понимающий про эту жизнь существо юное и вдруг я читаю монолог бродвейской актрисы пожившей жизнь это было тогда это было смешно и меня даже на втором туре андрей санч гончаров не пропустил душно она совсем не вязалась с моим внешним образом а на третий тур на конкурс я пошла поступать это кстати про непростая история моего поступления в щукинское училище и там я попала в самую блатную десятку вот про кто если будет поступать щукинское театральное училище имейте ввиду что надо либо иметь папу либо маму с фамилией которая значит ныне здравствующих артистов театра вахтангова либо кого-нибудь из родственников из этого театра потому что там династийность очень приветствуется моя мама была не было актрисы театра вахтангова и никто из моих родных театра вахтангова отношений не имел и поэтому я единственная из этой десятки была не вахтанговка и меня не взяли хотя сказали ты бы пошла с другой десятка ты его прошла ну так получилось а может быть судьба я хотела поступать именно гончарова потому что я смотрела все спектакли театре маяковского установки андрея санча гончарова были величайшие спектакли после каждого спектакля все сошлось само здание намоленное великое здание древней истории здание ему на сегодняшний день вот в октябре 22 октября 22 года из 2022 года исполнилось 100 лет потому что в этом здании когда-то была гастрольная площадка в одной княгине которая сделала эту концертную площадку для артистов которые приезжали из-за границы вот 1885 году на сцене театра нынешнего театра маяковского выступали сара бернар элеонора дузы как лен старший как лен младший венская опера в полном составе станиславский константин сергеевич играл на этой сцене и вот кстати свою чайку чехов первый раз увидел на сцене как раз театра маяковского тогда он назывался парадист театр и его построил тогда шехтель по просьбе немецкого антрепренера немца да я уже сказал немецкого георгия парадиза а шехтель был таким тогда еще начинающим но потом уже величайшим архитектором там ярославский вокзал до сих пор у нас украшает наш город мхат имени чехова и интересный еще нюанс что шехтель придумал чайку на занавесе как раз вам хотя и чайка вообще вот меня даже на кольце моем если это видно чайка потому что у меня даже дома чайки по потолку летают везде да у меня чайка да это очень такой символ творческий и расписан был театр внутри воснецовым врубелем и поленовым кстати какие-то были росписи к сожалению ныне утерянные но надеемся сейчас вот театр 24 мая закрывается на небольшую реконструкцию может быть эти фрески восстановит эти росписи так вот я успела провалиться щукинском училище звоню домой плачу рыдаю мама говорит беги скорее в театр маяковского позвонил директор театра михаил трюч зайцев а ну так повезло мне что он был однокурсница куб однокурсником маминой старшей сестры мама дина солдатова актриса старшая сестра ира солдатова актриса и она училась в гитесе с зайцевым который дружил с гончаровым и когда гончаров пришел театр маяковского естественно они вместе михаил трюч директор гончаров худрук театра дружба и они поэтому как бы в одной связке были и в альпы в молодости ходили были альпинистами но и потом всю жизнь в одном театре вместе проработали так вот михаил петрович присутствуя на третьем туре на конкурсе удивившись что меня там нет он знал что я поступала к адресу я все спектакли гончарова театр маяковская смотрел по 20 по 30 раз и что я мечтала учиться только у гончарова не взял у меня на втором туре все не получилось не понравилось ему и он михаил трючка бегом скорее в театр маяковского у гончарова осталось одно место на курсе а две девочки он не может из них выбрать вот он сейчас сидит и рассуждать либо эту девочку взять либо эту какие-то похожие две девочки по типажу я влетаю а мне уже терять нечего я уже провалилась чукинском училище я пою читаю танцую и я с таким вообще энергетическим броском на него значит накинулся на адрес анча и он их слушает слушает сможет а чего где он на втором туре то не взял я не понял берем это андрей сачну так бывает ну все берем и вот так я чудом вот действительно чудо сработал чудо судьба и вот это стихотворение которое тогда конечно читала не понимая совершенно о чем сейчас я уже читаю его осознанно сейчас его прочту сказала актриса с бродвее разрушена будто бы древние трое нет роли нет роли такой чтоб всю душу мне вывернуть нет роли такой чтоб все слезы мне выривить от жизни такой хоть беги в чисто поле как шапка на воре пылает бродвей нет роли нет роли средь тысяч ролей мы тонем в безролье где взять гениальных писателей а классики змукли как будто команда спасателей но что они знали про хиросиму про гибель безвинных про все наши боли не уж то все это невыразимо без роли как будто без компаса ты знаешь как страшен свет когда в тебе копится копится а выхода этому нет пожалуйте гастроли пожалуйте уют отобраны роли ролишки суют я пью понимаю что это безвольно но что же поделать когда так безлюдно безрольно пьет где-то рабочие грани стаканов негроли нет роли пьет фермер мыча от сознания бессильные боли нет роли парнишку 16 лет от безделья дружки венкарем пропороли нет роли молчавший о зверских убийствах истошно вопит на судью но где на футболе без роли вся жизнь это тленье мы все гениальны в утробе но гибнут возможные гении при невозможности роли не требую чьей-нибудь крови я требую браво даже я понимаю о чем это да вы знаете это не передать и столько ролей сколько сыграла почти 50 на сцене это не только простите ведь не только в театре маяковского но еще антрепризное движение в девяносто девятом году меня хватило сколько ролей в кино а в кино за 100 перевалило да и поэтому но не все большие я не знаю знаете вот например я очень а завидую файне георгий раневская она была величайшей актрисой так вот вот эпизод который она играет фильме мечта где она сидит за роялем как-то пешей поет песенку не так и папируска в зубах она хватает бараночки перекусы смешной эпизод безумно смешной так вот ее помнят по этому эпизоду сразу все вспоминают потом уже там муля и так далее там все остальные роли великие муля не нервируй меня и золушка и вообще все 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 роли но вот этот эпизод он просто врезается всем в память и вот у меня мечта либо конечно главную роль играть который бы все знали и любили и главное чтобы она нужна была зрителю и вот какой-то эпизод такой сыграть чтобы прям сразу ой ой да я так я такую артистку помню поэтому не обязательно главные роли по в моем количестве вот этих ста с лишним роли есть и маленькие и средние и главное не главный но все любимые потому что вот я уже говорила когда мы писали радио запись делали что я никогда в своей жизни не играла когда я не хотела играть даже у великого своего педагога и режиссера потом последствий театре андрея санча гончарова я умудрялась как-то отказаться от тех ролей которые были не мои я не хотела играть а в кино были предложения за очень большие деньги но это настолько претило моей природе и моему нутру человеческому и гражданскому что я категорически отказывался ты откажешься от таких денег и круто всех денег не заработаешь и как говорил гениально ираневская деньги кончились а позор остался зачем же мне этот позор поэтому я никогда мне не стыдно ни за одну свою роль в кино даже за маленький эпизод потому что я его играла честно главное с удовольствием вот я хотела сказать что главное чтобы было интересно творить работать жить чтобы все было с удовольствием потому что когда ты делаешь что-то с удовольствием вот вы же занимаете свои работы с удовольствием правильно вы людям дарите общение с другими людьми вашим слушателям и зрителям так же как я уже не говорю о том сколько вы подарили детей этому миру четверых да уже это тоже вы делали наверняка с удовольствием дети рождаются только от удовольствием от любви и я хочу сказать что самое главное чтобы в этой жизни было интересно чтобы интересно было жить здесь самая главная роль женщины в этом мире я понял вы знаете наше общество делают женщины моя не жена меня бы здесь сейчас не было понимаете это это стимул же конечно потом она будучи постоянно беременны и написала столько песен который сама спела вели на блюдо да потом она писала автор песен да потом она писала песню значит которую мы спели с татьяной булановой дует она вообще такая своеобразная тоже женщина которая не споет что попало да и значит это было чудо тоже вот такой бы еще живя в городе шахта я уже записался не дуэ да да но я хочу сказать о том что самое главное вот нет а браво вам почему потому что как аня анечка браво да и вот сейчас она успевает значит заниматься четырьмя детьми я на работе я куда-то ездил значит она водит в садик вводит школу она учит уроки с одним учит уроки с другим это человеческий такой огромный подвиг и в то же время написала больше пятидесять песен некоторые из этих песен слушают стоя по всей стране уже там небо над россией и песни за россию нелли кобзон вручила диплом это да вот и поэтому я потом попробую познакомиться я бы с удовольствием послала вдруг я что-нибудь тоже вы выберут исполнять а почему нет да я вам хочу сказать что вот я всем говорю об этом что настроение нашего общества зависит от настроения наших женщин когда они вот так вот могут как ну и аня она тоже берет значит трудно не трудно наберет себя в руки говорит так слава богу за все что то есть бывает у людей хуже и она берет и делает и она справляется с этим вот а вы сделали невозможное вот я хочу чтобы рассказали эту цитату мимо которого в детстве это мой это мой девиз по жизни так я каждое утро пробегала на свой четвертый этаж школе спец французской которую я закончил на старом арбате все десять лет мимо плаката с цитаты из стихотворения владимира маяковского разговора владимир владимировича произошедшей с ним на даче с солнцем так вот цитата очень простая вы ее все знаете светить всегда светить везде до дней последних донца светить и никаких гвоздей вот лозунг мой и солнце и я с этим лозунгом просто по жизни иду потому что как говорят про актеров до актерская профессия это как дрова которые кладут в печь или куда угодно еще в костер и вот мы должны давать людям тепло и согревать их души гореть и согревать значит тоже освещать этим светом а все вокруг и вот для меня это очень важно чтобы людям было рядом со мной тепло и комфортно всегда когда ваш образ появляется на экране всегда когда вы бываете в театре вы всегда светите ваше сердце которое исполнено настоящее служение искусству театру мельпомене народу родине трудно переоценить вот сегодня перед тем как мы начали записывать передачу звонок начало и уже собрались на камчатку потом уже самолет с камчатки здесь уже репетиции назначаются и такси да поэтому я хочу сказать о том что таких людей дорогие друзья это национальное достояние россии потому что нельзя не зря владимир владимирович недавно вас поблагодарил выразил благодарность за вас за ваш за вклад правда еще не вручили все жду когда вручать вручат главное что объявлено да и это просто так не бывает на самом деле я его очень люблю нашу президента поддерживаю потому что поймете столько сыграть ролей и не отказаться от своей родины хотя предложение поступало много то попить в ресторане в ресторанном америка где-то там может быть деньги можно заработать хорошие деньги да но все таки ездил у нас были гастроли месяц в югославии и болгарии через десять дней этих гастролей у меня началась такая ностальгия я рыдала плакала когда в москву я уже хочу домой хочу москву не говоря о том что дома сын маленький и муж и мама и все родственники но просто я уже не могла за это за границей находиться а когда у меня месяц были гастроли во франции с русско-французским проектом я играла в москве мы выпускали спектакль нас француз играли на русском языке а во франции мы играли на французском языке и вот этот месяц жизни во франции он ознаменовался только тем что проходя по улице мимо каждого телефона автомата все уже знали любая телефон автомат впереди я бежала с карточкой вставлялась звонила плакала сына как ты там мужу значит Кирилл как ты как вы что вы я тосковала чудовищным образом для меня вот это все невозможно это никогда я хочу выразить вам свою благодарность за то что вы сегодня нашли время прийти спасибо что пригласили потому что у вас такая занятость вот несмотря на все препятствия пришли и подарили нашей радиостанции интервью подарили вот это видео интервью и для меня большая честь вот с вами познакомиться очень приятно я смущаюсь таким словам а вот для меня большая честь что вы меня пригласили я вот тоже вам хочу пожелать здоровья и для меня очень важно что вы мне разрешили подарили мне это счастье поделиться своим каким-то интересным жизненным опытом со зрителями со слушателями потому что это очень важно оно вот как я сказала когда копится 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 а выхода этому нет вот хочется отдавать совершенно верно я желаю вам творческого долголетия вот чтобы чтобы роли не кончались и чтобы народная любовь не оставляла вас никогда потому что вы уже вошли в историю и дальше будет только лучше а знаете сейчас простите я вас время ведь перебиваю потому что очень мыслей много как говорил мой великий учитель Андрей Александров самое главное на сцене и где бы вы не занимались вашей профессии на воспаленную зону зрительного зала ну или через экран сидящих перед телевизором зрителей посылать телеграмму точненько так чтобы она дошла вот до этой воспаленной зоны чтобы она была воспринята и присвоена зрителям так же как вы восприимените присваиваете актеры да и если хоть один человек после вашей роли или спектакля или фильма где вы участвуете выйдет с измененным сознанием например господи как же я живу так вот же как надо или ой как я ужасно это все боже я же такой же как этот вот персонаж нет надо все поменять в моей жизни либо какое счастье что я так же живу как эти люди и значит это правильно это хорошо это всем всем от этого хорошо и вот если это происходит со зрителем гончаров нам говорил хоть один человек из зала то уже ваша жизнь прожита не зря а когда ты отдаешь себя всю жизнь с 8 лет в кино и с 9 лет на сцене ну представьте как количество отданных мною энергии залу и зрителя оно конечно так я хочу сказать что оно и возвращается тоже оно и возвращается поэтому я думаю что вы ничего бы не хотели своей жизни менять потому что вы по-настоящему счастливый человек потому что вы с детства поняли кем вы хотите быть тоже родились в театральной семье еще и сына толкнула и из-за кулис наблюдали и у мамы и значит ее сестры в разных театрах и значит ваша тетя тетя Ирина Солдатова всю жизнь в театре российской армии это интересный момент такой был что она умерла она после спектакля деревья умирают стоя она отыграла спектакль поклонила зрителю закрылся занавес и она упала и через 40 минут она не приходя в сознание ушла в мир иной поэтому и так служит я хочу сегодня говорил еще раз повторюсь вот такие люди они служат искусству и служат народу поэтому спасибо еще раз огромное и до новых встреч я надеюсь что мы с вами еще встретимся спасибо и вам доброго всего самого и вам тоже спасибо